Здравствуйте, друзья! Компания Алиан, Центр Юридической Защиты. Дмитрий Кузнецов, с вами руководитель компании. Продолжаем серию флешмоб, направленный в сторону добивания трупа Тинькова. Очередной специалист плещет интеллектом, знаниями, пытаясь заработать свои жалкие копейки, ну и, конечно же, угодить своему рабовладельцу Олеже Тинькову, ну уже, конечно же, бывшему рабовладельцу и вообще бывшему предпринимателю, бывшему. Ну он и так был, в принципе, в кавычках уважаемым человеком, ну а теперь эти кавычки просто не нужны, потому что даже без кавычек люди понимают, это бизнес-труп так называемый, образец разлагающий Вася, назовем его так, человека с завышенными амбициями. Вот к чему может привести попытка залезть выше всех, грохнуться можно так, что потом, собственно, кишки будут отшкрябывать очень-очень долго и хохотать вот с этими остатками. И давайте мы вместе с вами посмеемся. Ролик предоставлен где-то с полугода назад и сейчас, как и обещал, выколупываю из архивов все, что связано с Тиньковым. Вот посмотрите, как тогда еще он шел к своему краху, набирая вот такую публику к себе на работу. Поехали! Здравствуйте, Анастасия Валерьевна! Здравствуйте! Меня зовут Баглов Радик Мунзилович, я представляю коллекторское агентство «Феникс». Слушаю вас. У вас имелась задолженность в банке Тиньков, по какой причине у вас возникли проблемы? Какое отношение агентство «Феникс» имеет к моим отношениям с банком Тиньков? После продажи передачи долга в коллекторское агентство «Феникс». И? Должнику направляется письмо с подтверждением продажи передачи. Кем направляется? По почте России. Я не спрашиваю, каким образом, а спрашиваю, кем отправляется. Подбереждающий документ – справка о продаже передачи долга, которая не является договором сессии, агентским договором. Существует агентский договор, существует договор сессии. Я спрашиваю письма мне, кто отправлял. Это сложный вопрос для вас? Вам было направлено уведомление о продаже долга... Я спрашиваю, кем? Вы меня слышите, кем было отправлено, а не кому? Кто письмо отправил? Я вам сейчас говорю, Анастасия Валерьевна. Я... Ну, вы на вопрос ответьте, кто это письмо мне отправил? Банк Тиньков. Банк Тиньков его мне отправил. По почте России с заказанным письмом с уведомлением. А вы правильно получаете? Понимаю. Да, да. Но если я его получу, банк первый об этом узнает, раз это было письмо с уведомлением. Правильно? Уведомление куда у нас уходит? Отправителю. Вам было направлено уведомление о продаже долга на ваш адрес регистрации по почте России. Я спрашиваю, по почте России с заказным письмом с уведомлением. Вы в курсе вообще, вы в этой стране живете? Да. Да, очень сомневаюсь. Вы можете оставить заявку на официальный... Зачем мне это надо? Это ваши какие-то договорные отношения. Купили, продали. Мне это зачем? Банк Аграбин, пусть банк... Мне голос из трубки может что угодно доводить до моего сведения. Вы понимаете, что этот документ официальный направляется по адресу регистрации? И об этом я должен уведомлению. Я получил письмо. Если я его получу, банк Тинькофф об этом узнает, потому что такие письма направляются заказными письмами с уведомлением о вручении молодой человеку. Меня вообще... Слышит ли у вас русский неродный язык? Анастасия Валерьевна, вы получили это письмо. Вы какое отношение к этому имеете? Банк Тинькофф мне его отправлял. Правильно? Довожу до вашего сведения, что банк Тинькофф предоставил полномочия по возврату долга к электорскому агентству. Молодой человек, мне еще 20 человек позвонит и скажет, что им банк Тинькофф что-то там продал, или они заключили какой-то договор. Я еще раз говорю. Телефонные разговоры это ни о чем. Анастасия Валерьевна, уведомляю вас о том, что... Молодой человек, не трудить меня ни о чем уведомляет. Мне это неинтересно. ...два в условии договора на основании статьи 382... Это договор цессии. ...российской федерации. Это договор цессии, я правильно понимаю? Что за пауза, молодой человек? Вы так долго думаете... Я вас услышал, это договор цессии. Я вас услышал, это вы меня почему-то не слышите. А он не является договором цессии, агентским договором. Я знаю, что он не является агентским договором. Это продажа долга, и банк Тинькофф в первую очередь должен был меня уведомить об этом. В письменном виде. Вы знаете, что... Я вам отвечаю на него. Вы не слышите меня, что ли? Такие документы отправляются заказными письмами с уведомлением о вручении. Как Почта России мне вручат это письмо. Банк Тинькофф сразу об этом узнает. Что за дуракские вопросы? То есть вы не получили это письмо? Ну нет, раз... Банка спросите. Анастасия Валерьевна, вы получили это письмо? Нет, говорю. Вы должны были получить это письмо. Что значит я должна была получить? Как получу, вы узнаете об этом. Вам было направлено письмо. Я слышала вас. Я вам сказал, я письма не получала. И если я его получу, Банк Тинькофф об этом узнает. У вас опять что-то с проблемой? Либо со слухом, либо с пониманием. Анастасия Валерьевна, вы не говорили до этого, что вы получили письмо. Поэтому я задавал конкретное вопрос. Я вам в пятый раз говорю, я его не получала. Не получали письмо? Нет. Вы можете оставить заявку на официальный сайт, если вы хотите... Мне это зачем? Делать какие-либо движения в сторону вас или банка? Что непонятного? Вам надо? Вы отправляйте, уведомляйте. Во всяком случае, старайтесь это сделать. Это вам надо в первую очередь, а не мне. Вы утверждаете, что письмо не получили. А вы утверждаете, что Банк Тяков его отправлял? Отправили. И вы это можете доказать сейчас мне по телефону? Анастасия Владимировна. А, Валерьевна, во-первых, во-вторых, ответьте хотя бы на один из моих вопросов. Или это сложно для вас? Я не могу сейчас сказать вам, дошло письмо или нет. Конечно, вы не можете сказать. Вы не узнаете об этом? Только вы можете сказать об этом в данный момент. А я вообще отчет... Я, Фениксу, никакие отчеты давать не собираюсь. Вы можете хоть обзвониться. 382-я статья, Гражданский... Да в курсе я этой статьи, в курсе. Зачем вы мне сейчас очевидные факты говорите? Продали, вы купили. И что? Там еще куча-куча статей. Вам кто-то что-то продал. Вы что-то купили. Это исключительно ваши проблемы. С чего вы взяли, что я буду давать вам какие-то отчеты? По какой причине у вас возникли проблемы с оплатой? По какой причине вы интересуетесь? Я вам сказала, голос из трубки. Я ни на какие вопросы отвечать не собираюсь. Тем более к организации, не имеющей пока никакого отношения к моим взаимоотношениям денежным с банком. В чем проблема? Что здесь непонятного? Какое слово или буква непонятного? Я как бы не искалю с вас до данного... Довыскивайте на здоровье. Вы сначала докажите, что вы право имеете. Вы докажите мне, что вы имеете право голос в трубке, что меня что-то требовать. Пока вы вымогатели. 163 статья. Уступка прав. Вы мне по телефону это как докажете? Вы что глухой, молодой человек? Давайте по-моему покороче делайте. Банк никакого отношения иметь не будет. Что? Банк никакого отношения иметь не будет. Это понятно? Понятно, Василия Валерьевна. Ну, еще вопросы есть. А при получении письма... Такие письма! Пятый раз вам объясняю. Такие письма, чтобы банк знал о том, что я это письмо получила, письмо отправляется заказным с уведомлением о вручении. То есть я его получаю на почте, а в банк уходит уведомление о том, что я его получила. А ваши дальнейшие действия после получения письма? Какие? Ваша какая разница? Ваша какая разница? То после получения письма вы обязаны... Я ничего вам пока не обязана. Я еще должна убедиться, что я вам обязанную, на каком основании и какую сумму. Сумма долгая вам известна? Мне не понятно, почему она вам известна. Все полномочия перешли на сторону коллег... Ну я вас поздравляю! Я не понимаю ваш вопрос. На какой? Я вообще на ваш вопрос не собираюсь отвечать. Вы это не поняли до сих пор? Нет. Мозги на место верните, молодой человек. Хоть что-то вкурите за разговор. Анастасия Владимировна? Валерьевна я! Я сейчас хамить начну просто. Спасибо. Паузы, паузы покороче. До свидания. До свидания. Да, друзья. Супер классно. Автору огромное спасибо. От этой девушки мы уже не один ролик выкладывали у нас на канале. И всегда они пользуются успехом. И это тоже очередной гвоздь, вколоченный в крышку гроба господина Тинькова. Так вот, эта бездарность, которая работает у Тинькова, мало того, что сама суть работы по скрипту в формате выбивания долгов, она сама по себе утопия. Тут еще этот недоумок, даже еще и выучить не захотел, до такой степени ленивый во всех отношениях, в эмоциональных и физических, наверное. Да и вообще бездарность, одним словом. Он даже хоть бы выучил этот скрипт, вот эти вот паузы длинные. Он просто судорожно вчитывался в него. Ему нужно было просто выхватывать какие-то фразы, чтобы хотя бы не выглядеть полным идиотом. Это он, так думаю. На самом деле, все, что ему нужно было, чтобы остаться хотя бы в своих глазах более или менее состоявшимся, выключится. А еще лучше не идти на эту работу. Физически работать должны такие персонажи, чтобы, если уж так мозг уже атрофировался, чтобы больше никаких других функций он не выполнял. А так там нести можно улицы, грузить какие-то тяжелые, либо не очень тяжелые предметы и так далее. Да, хох, мой итог. Это вот этот скрипт, эти паузы. А я прокомментирую. Все, что от него требовалось, точнее от банка требуется, это исполнение федерального закона 230-го в части статьи 9. Уведомление должника о смене права требований, о смене кредитора. Сейчас инициативу я просто так на память. Суть, чтобы вам было понятно. То есть человек, если слышит с трубки телефонной название организации, с которой он никогда не общался, никаких отношений не заключал, но этот голос утверждает, что теперь у него есть право требовать, то у человека должна быть в руках бумажка, уведомление должника о смене кредитора. Официально все это написано в 230-м федеральном законе вручаться. Это должно через курьера, либо через почту, в любом случае под подпись это должно происходить. И обязательно там должны быть указаны реквизиты нового кредитора, правоприемника и все остальное. Причем это не только ЦСИК касается. Это касается и того же самого агентского договора. То есть факт появления третьего лица между кредитором и заемщиком должен быть подтвержден документально. А именно самим кредитором. Сейчас я на этом ставлю акцент. Потому что очень многие, не вникая в мои слова и слова моих коллег, будут говорить, мне уже таких писем прислали море. Так вот, вы посмотрите, кто их прислал. Присылают это с удовольствием коллекторы. Но коллекторская почта, она никаким образом не имеет никакого юридического веса. Именно кредитор с живой росписью, с печатью. И теперь вопрос, почему они этого не делают? Практически поголовно этого не происходит. Дело в том, что в части Тинькова им не на что опираться. Он не может полностью составить грамотно такое письмо. Потому что нет договора. Именно у Тинькова договора кредитного нет. Не то, что там он составлен неверно, либо там вопреки действующему законодательству, как у всех остальных банков. А вообще его нет. И вот эти финансово-денежные отношения, они незаконны. То есть, грубо говоря, у вас в руках деньги, которые вам подарили. Вот и все. И если вы не можете, не хотите, либо у вас нет времени вникать в эти сложности, но вы хотите все-таки разобраться со всем этим, я имею в виду документально, закрепить свою позицию гражданскую, никому ничего не должен, то вам, конечно, нужно лучше к юристам обратиться. Можете к нам обратиться. Ссылочка на наш сайт в описании ролика есть. Также в правом верхнем углу сейчас кликабельная подсказочка выходит. Вот она, на наш сайт. Посмотрите, на сайте есть видео, как устроена работа, чтобы вы понимали все отчетливо. Посмотрите, после этого оставляйте, пожалуйста, заявочку. Мы вам перезвоним в рабочее время, кроме субботы и воскресенья, по московскому часовому поясу. Не забудьте номер телефона себе внести, записную книжку, чтобы не пропустить. Он указан в правом верхнем углу нашего сайта. Я всех вас призываю присылать мне на почту переговоры с Тиньковым. Только, пожалуйста, указывайте в теме письма переговор с Тиньковым. Либо, если с каким-то другим банком, то указывайте переговоры с таким-то банком. Либо с коллекторским агентством, либо с микрофинансовой организацией. То есть, указывайте в теме письма. Так нам будет проще тематику выкладывать на Ютюбе. И, естественно, мы будем Тинькова сейчас в первую очередь выкладывать. Ну и также напомню вам, не забывайте присылать видео, как вы, собственно говоря, прекращаете отношения с этим ужасным банком Тиньков. Режете карту, либо там рвете эти вот их оферты. Ну, либо, может быть, ваши устные пожелания по отношению нашей работы, компания «ЛиАМ». Наша электронка указана в описании этого любого другого ролика. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Ждите новых, нового контента. Мы регулярно выкладываем. Подписывайтесь на наш канал. Не пожалеете, если еще этого не сделали. Конечно, лайки, комментарии, поддержите. Ну, репост в соцсетях давайте угадать дольше. У этого Тинькова уже не дадим. Ну, никаких реанимационных шансов на реанимацию. Ни в коем случае. Пускай он куда там едет, где он там гражданство в Америке имеет. Пускай туда едет. Ему там будет тоже хорошо. Ну, я еще раз призываю, поделитесь в соцсетях этим роликом и другими нашими роликами. А пускай как можно больше людей узнает всю правду. С вами был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты. Счастья, благополучия вам и самое главное финансовое здоровье. До свидания.